С нами на связи Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запас СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, а также директор агентства реформирования сектора безопасности. Виктор Николаевич, рада видеть в эфире телеканала Freedom. Да, доброе утро. Виктор Николаевич, ну хотел бы от вас получить вашу оценку, точнее ваш анализ того, о чем говорят вот эти визиты, которые по сути, ну мы можем так сказать, идут один за другим. Да, мы сначала видели первый визит, давайте так, возможно не совсем связанный с военной историей или военной помощью, но так или иначе эти вопросы были обсуждены. Это новопризначенный глава британского МИДа, Дэд Кэмерон, соответственно. Также мы видели Ллойда Остина, с ним был, как я понимаю, командующий армией США в Европейском Союзе Кристофер Каоли. И тут тоже с необъявленным визитом мы имеем информацию по поводу переговоров, которые будут в украинской столице при участии и главы Минобороны Германии. О чем говорят все эти визиты, Виктор Николаевич? Ну, на самом деле это как раз визиты, которые разбивают всю фейковую информацию, которая идет от нашего врага, о том, что про нас забыли, Украина осталась в одиночестве, миру не до нас и так далее, и так далее. То есть я даже не хочу их повторять. Это просто подтверждение того, что все-все остается в силе. Украина, борьба Украины против врага продолжается, мир нам продолжает помогать, система, которая была создана в Рымштайе, она работает, все готовы и развивают долговременную помощь Украине. Поэтому я даже не знаю, что еще надо для тех политиков, особенно политиков в тех странах, в которых прошли выборы, и они перешли на сторону, ну, если не темной силы, то, по крайней мере, не очень светлой, будем так называть, серой. Что им еще надо в подтверждение того, что про Украину точно не забывают? Николай Николаевич, если мы говорим в целом о поддержке Украины, мы говорим и о новом пакете помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, да, там сумма стоили более 100 миллионов долларов, там есть ряд боеприпасов. Если мы говорим о потребностях вооруженных сил Украины, вот на данный момент, каковы они, если мы говорим о осенне-зимнем периоде? Ну, в основном, это то, что нас очень беспокоит, это поддержка нашей противовоздушной обороны, это ракеты, это те материалы, которые растрачиваются при защите городов. Огромное количество уходит у нас и снарядов, то есть это те растратные материалы, которые очень необходимы на фронте. Ну, смотрите, это как раз и есть в том пакете, плюс еще дополнительно один Хаммерс, который, я думаю, усилит наши наступательные потенциалы. Тогда в продолжение, спасибо вам, Виктор Николаевич, за ответы на эти вопросы, потому что, действительно, очень, да, несколько подряд кто-то акцентирует внимание необъявленные визиты. Я напомню нашим зрителям, они не анонсируются и не объявлены в связи с вопросами безопасности. Это так, про между прочим, как говорят, потому что, ну, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что вопросы безопасности в данном контексте, они выступают и выходят на первый план, особенности, если мы говорим о, скажем так, о высших чинах военного ранга, которые прибывают в Украину в частности. Рамштайн, 17-я встреча, да, оказалось бы, еще там 21 месяц назад, когда только эти процессы стартовали, что они выйдут на такой уровень, возможно, многие не поверили бы даже, что это будет происходить. Ну, вот очередная встреча из той информации, которой мы сейчас владеем, да, о чем сейчас могут говорить, о чем, какие вопросы могут быть решены, мы тоже с вами обсудим, но как вы считаете, на что будет делать акцент украинская сторона, в частности, вот в лице министра обороны Умерова? Ну, смотрите, основная тема, которую обговаривали с министром обороны, это усиление наших позиций в промышленности. То есть, я так подозреваю, то совещание, которое будет в начале декабря проходить в Соединенных Штатах, это как раз то, что надо Украине. То есть, мы готовимся к тому периоду, когда, возможно, если не полностью, то, по крайней мере, большую часть потребности нашей армии в борьбе с противником будем решать либо на своей территории, либо вместе с партнерами в совместных предприятиях. Поэтому это очень важно, запустить процесс пополнения не только запасов наших, но и запасов наших союзников, потому что, если произойдет какая-нибудь чрезвычайная какая-то эскалация, которая послужит движением, возможно, враг где-то задействует свои возможности в другой части мира, и будет еще одна эскалация такая, по примеру, как в Израиле. Надо быть к этому готовыми и пополнять свои запасы постоянно. Поэтому, я думаю, запуск предприятий, запуск военно-промышленного комплекса не только в Украине, в Соединенных Штатах, но и у наших союзников в Европе – это самый главный вопрос, который сейчас решается и нами, и нашими союзниками. Честно говоря, о тех вопросах, которые должны решиться. Я сначала приведу одно из заявлений Лойда Осина, которое он сделал на брифинге в Киеве во время своего визита в украинскую столицу. И он отметил, что о дальнейших боевых действиях со стороны вооруженных сил Украины. Далее зацитирую. Я думаю, они, имеется в виду украинские силы обороны, готовы к боевым действиям зимой. Конечно, они проделали большую работу в прошлом году. Но также Лойд Остин добавил, что ранее согласованный последний пакет военной помощи на 100 миллионов долларов, о чем мы уже говорили, в частности, включает зимние снаряжения. И, как отметил Остин, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить и вести борьбу с врагом. Тут ситуация понятна. А как в этом ключе и, возможно, решения, которые будут приняты на ближайшем Райштане, должны решить те проблемы, Виктор Николаевич, которые в своей статье, в своем эссе, скажем так, в анализе ситуации на поле боя выложил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Заложный, который указал на определенные проблемные моменты, которые нам стоит с партнерами решать? Я бы сказал все-таки, что надо просто реалистично подходить к тем вопросам, которые поднимал Заложный. У нас ситуация не патовая, у нас ситуация просто такая, какая она есть. Противник очень серьезно подготовился к противодействию нашего контрнаступления, и это действительно очень нам повредило в том понимании, в котором все готовились к, не знаю, к каким-то там действительно фланговым каким-то атакам, прорывам, чрезвычайным наступлением, и никто не вслушивался в то, что просили наши военные. Это очень сложная работа. Это сложная работа, которая сопряжена с огромными жертвами с нашей стороны. И поэтому просто такой отрезвляющий момент был со стороны человека, которому общество доверяет. И я думаю, что большая часть общества поняла эти месседжи и понимает, что мы вошли в тот период, когда надо просто работать. Работать всем и каждому на своем месте на победу. Военные не будут останавливаться, будут идти вперед. Мы знаем про те успехи, мы фактически перемалываем противника в тех оборонных боях, которые идут на востоке, противодействуем ему и сами продвигаемся на юге, на Мелитопольском направлении. Знаете успехи на левом берегу Днепра. То есть никто останавливаться не собирается. Все происходит в таком плане, в котором оно и есть. И нам просто надо понять, что война – это очень сложный и длительный период. И выиграть ее можем только все вместе. Нормально относясь к тому, что происходит на фронте, без каких-то очарований. Я бы так сказал. Не надо очаровываться и не будет никто разочаровываться. А тут логика предельно ясна, Виктор Николаевич. Но давайте далее поговорим о помощи. Администрация президента Соединенных Штатов Америки приложит все усилия для того, чтобы Конгресс как можно скорее принял выделение помощи Украине. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. По его словам, если этого не сделать, российская агрессия распространится по всему миру. Давайте услышим позицию и продолжим обсуждение. Действия, которые мы предпринимаем, и что не менее критично, потенциальные действия, которые мы не предпринимаем, будут иметь последствия в течение многих лет. Уверен, вы видели статью президента Байдена для Вашингтон-Пост на выходных, в которой говорится, что мир снова сталкивается с точкой перелома. И выбор, который мы сделаем, будет определять будущее последующих поколений. Российская взлетно-посадочная полоса продолжает становиться короче с каждым пакетом помощи, который мы предоставляем Украине. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. Виктор Николаевич, но тут интересуют меня два аспекта. Если Кирби говорит о том, что эта взлетно-посадочная полоса становится все короче, но тут еще вопрос, насколько, если мы можем как-то объективно по этому судить, потому что мы понимаем, что вся кремлевская верхушка по заявлениям того же Путина намерены в долгу это все делать. Тут вопрос, готова ли сама Российская Федерация продолжать вести наступательные действия таким образом, как они, к примеру, это делают где-то там на Авдеевском направлении? Это первая история. И если мы говорим о том, что все на стороне Украины готовы поддерживать до победы, но есть ли тут понимание, как, не то чтобы там, какой должна быть победа Украины, минимум это выход на границу 91-го года, а каким должен быть проигрыш для России? Вы знаете, Украина с выходом на границу 91-го года, эта победа такая будет, знаете, первая. Почему? Потому что мы вышли на границы 91-го года в Харьковской, в Сумской, Черниговской областях, и это нам ничего не дало. Все равно идут обстрелы, все равно есть жертвы среди мирного населения, и если мы не доведем победу до уничтожения, я не говорю врага в его логове, там, да, там про Абрамсы на Красной площади, это такое, гипотетически такой победной реляции, но то, что система, которая, которая существует, сама Российская империя последние сотни лет, сама система, в которой есть порабощенные народы в России, и имперские амбиции не пристают существовать, победы не будет. Потому что тогда не будет понятно, кто будет отвечать за то, что произошло в Украине, кто будет сидеть в зале суда, кто будет непосредственно отвечать за преступления, которые совершены в Украине, кто будет компенсировать нам эти все потери. И действительно, еще раз хочу сказать, как будет обустроена Россия после нашей победы. Вот это самое главное. Даже не уничтожение Путина как главного преступника, а именно, что будет происходить после него. Кто будет после него, какую они будут вести политику, как они будут общаться с миром. И, кстати, наши партнеры это четко указали, что если не будет решения по этим десяти пунктам, которые объявлены Украиной как условия к миру, то есть до этого времени никаких санкций снятия не будет. А, Виктор Николаевич, а что вы скажете по поводу вот таких досужих разговоров о том, что и Россия как бы уже намекает на то, и, знаете, там, по разным оценкам была бы не против, если бы пошли с ней на какую-то мировую. Я от себя зазначу, что, ну, никаких предпосылок к этому не видится, но все же, да, вот, определенные разговоры присутствуют, и есть вот такая нить, которую мы можем проследить и по разным материалам, даже и западных СМИ, которые говорят о том, что вот уже пришло время задуматься над перспективами вот подобного развития событий. Как вы на это смотрите, и есть ли сейчас вообще хоть какие-то зацепки говорить об этом? Хотя мы понимаем, что для Путина любой разговор, любые переговоры должны свестись просто к капитуляции нашего государства. Вы представляете себе, это самое интересное, это получается, что мы сейчас проводим военные действия за ихним юридическим понятием на территории Российской Федерации, потому что и Запорожье, и Херсон, согласно их нелогике, да, входит в Российскую Федерацию. То есть, если нет даже понимания того, что отступите на шаг, хотя бы отмените то абсурдное решение о включении наших регионов в свою систему координат и измените Конституцию. Я что-то себе просто не представляю, что вот завтра выйдет Путин и скажет, вы знаете, мы ошиблись, давайте пересмотрим. Это какая-то абсурдная ситуация. И поэтому даже каких-то предпосылок действительно к изменению ситуации, я не говорю на фронте, а вообще в их парадигме мнения, по-моему, не происходит. Да, ну вот о продолжительной поддержке Украины действительно заявляют лидеры мировые. Я думаю, что завтра также в очередной формате встречи Рамштайна, это я напомню нашим зрителям, уже будет 17-я встреча. Я всегда вот эту хронологию вспоминаю. Вспоминаю, это 26 апреля 2022 года, когда это была первая встреча и вот уже 17-я, и как менялась помощь, она действительно увеличилась. Да, вот это вот список военной номенклатуры увеличивался, увеличивался. Как мы долго говорили о танковой коалиции, и танки пришли в Украину, и Леопарды, и Абрамсы. Сейчас говорим об Ф-16, но не только же, да, это я сейчас нашим зрителям, Виктор Николаевич, не только это предоставляют союзники. На самом деле, если посмотреть те же списки, ну вот в частности из того, что было в последние разы, там же тема также шла и о системах противовоздушной обороны, это то, что сейчас у Украины, наверное, на одном из первых мест также стоит. Поэтому завтра много будет обсуждаться, и я думаю, что будут звучать и слова поддержки. Вот поэтому хочу сейчас вспомнить и президента Польши Дуду. Поддерживать Украину следует до ее победы, польская власть продолжит это делать, вот так вот сказал президент Польши Дуда. По его словам, если Россия не будет побеждена, то она нападет снова. Мы сейчас услышим его и продолжим. Мы поддерживаем Украину и будем продолжать это делать. По нашему мнению, это нужно делать до полной победы, то есть до восстановления международно признанных границ. Украина должна получить твердые гарантии безопасности, а это, по нашему мнению, является гарантией вступления в НАТО. Мы поддерживаем нашего соседа на этом пути. Нет сомнений, что сегодня Украина это то место, где решается судьба нашей безопасности. Польша уже отправила в эту страну более 300 танков, свыше 100 единиц бронетехники, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также большое количество бронежилетов, шлемов, униформы. Я надеюсь, что польские власти, независимо от политического лагеря, будут продолжать эту политику, которая в польских и европейских интересах. Анджей Дуда, президент Польши. Питер Николаевич, Дуда как раз и говорит, да, все-таки об этом аспекте, о котором вы сейчас говорили в отношении международно восстановленных границ, да, вот так вот дословно его цитирую. Но далее говорит также и вопрос о гарантии безопасности. Это то, что наверняка сегодня тоже является в приоритете, потому что понимание, каковы эти все-таки будут гарантии безопасности со стороны союзников. Я напомню, да, из Соединенных Штатов Америки тут определенные процессы и отделенные приоритеты тоже не просто предлагают и будут осуществлять и так далее. Я также напомню, как на встрече на саммите НАТО в июле этого года также решались вопросы и были определенные декларации тех стран, которые и продолжают, кстати, этот список стран увеличиваться, которые присоединяются и готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Но все же, вот в продолжении тезиса, озвученного президентом Польши Дудой, хотелось бы у вас восстановление границ, и вы об этом сказали, это все понятно и это важно. Если мы говорим о том, чтобы далее не напала Российская Федерация повторно, да, как говорит Дуда, вот тут вот все-таки какие должны быть механизмы глобального серьезного уровня для того, чтобы у России даже мысли не появилось это сделать? Ну, самый глобальный уровень, то есть, чтобы Россия просто в таком виде, в котором она сейчас есть, просто не существовала. Это основная проблема, потому что до тех пор, пока Россия, которая является фактической тюрьмой народов, которые она собрала вокруг Москвы и держит в узне, ее имперские амбиции никогда не прекратятся. А тем более, мы знаем о концепции, что без Украины Российская империя просто существовать не может, потому что она, ну, невозможно просто продвижение, она фактически будет отрезана от Черноморского региона, от Европейского региона, поэтому она так пытается, если нет Украины, то хотя бы Беларусь как-то притянуть перед себя. Поэтому это самый главный вопрос. А следующий вопрос, это гарантия безопасности от отдельных стран. Они, к сожалению, я пока просто не вижу механизма, как отдельные страны могут отреагировать на то, что может возникнуть после нашей победы в будущем. Единственный момент, на который можно обратить внимание и как это все обустроить, это только вступление Украины в НАТО, где есть четкое понятие того, что нападение на Украину будет, нападение на Российской, нападение на всех остальных. Поэтому только наше полное участие в европейских структурах безопасности и в атлантической системе безопасности, только таким образом мы можем точно гарантировать себе в будущем то, что Россия даже поползновения в нашу сторону не будет. И третий момент, это все-таки развитие тех военных технологий, которые могут сдержать противника. А развитие технологий, в первую очередь, это ракетные технологии, которые адекватно могут реагировать на то, чем нас зараз терроризирует Россия. Если мы четко можем понимать, что мы можем ударить в ответ, и этот ответ будет очень серьезный, даже без ядерного компонента, я думаю, что враг тоже будет очень сильно думать о том, надо ли на нас нападать или нет.